Время упущено и ребенку уже 12-14 лет, а уровень базовой веры низкий, идет спад веры. Можно ли что-то исправить или, если можно, то каким образом? Друзья, никогда не сдавайтесь, никогда. За наших детей мы должны бороться. Упущено время, что-то мы по-другому сегодня увидели или какие-то вещи хотим исправить. Есть возможности. Тяжелее, но есть возможности. Во-первых, пост и молитва за ребенка конкретно. Во-вторых, ненавязчиво, но любезно помогайте ему поверить в Господа, поддержите его. В любом случае, в этом возрасте у него есть трудности, с которыми он не справляется. Найдите эти трудности. Найдите ключ к его сердцу. Это возможно. И помогите. И когда он полюбил церковь, понял, что вы искренне желаете добра ему, он пойдет с вами. Но сдаваться никогда нельзя, друзья. Молитесь, молитесь и молитесь. Я знаю одного хорошего брата. Он сейчас диакон, но несет как бы такое пастырское служение, потому что он один в этой церкви. Значит, зовут его Петр. Его отец был пресвитером этой церкви. Но он и его сестры были в мире, а родители молили за них. Мало того, он стал преступником, он оказался в тюрьме, отсидел в тюрьме, вышел, на похоронах отца покаялся. Все плакали. Много раз отец опускал руки. Он на братский перестал ездить. Говорит, братья, я не могу ездить, у меня дети. У меня нет дерзновения, я не могу. Хотя бы благословенный брат. Если бы он видел этот день покаяния сына. Но они не сдавались с женой. Молились, молились и молились. Он сейчас служитель, прекрасный, благословенный брат. Рад, заботливый от церкви, мудрый, обаятельный, обходительный. И все его сестры тоже покаялись и в церкви. Вот такое чудо. Поэтому не сдавайтесь никогда. Где-то я считаю, что, знаете, вы понимаете, что нет внутреннего увлечения, да? Здесь как бы, я считаю, что надо как-то и учителям, и служителям, и родителям, где-то надо как-то, конечно, вот вопрос составлять, вот это вообще неправильно, я считаю. У них только будет, наоборот, отторжение. Или там, да, я повинуюсь, но уже все, внутреннее будет все равно закрыто. Здесь надо как-то пробовать детей все равно как-то привлекать, чтобы заинтересовать, чтобы им интересно было. Может быть, может быть, надо посмотреть на учителям, да, метод там преподавания, или как, достижение, то есть увлечь детей. Одна сторона, то есть другая сторона, другая сторона. Здесь надо, может быть, как сказано было Хачатурам, здесь, может быть, если уже родители не способны, или даже они говорят, что я боюсь послушать или не послушать, то есть надо обращаться к служителю, чтобы как-то совместно пробовать как-то достигать сердца. Вот. Ну и другая сторона, как-то, может быть, не вставить вопрос как бы урока, потому что, знаете, может быть, другая сторона, дети устают в школе, да, в мирской школе, да, в общеобразовательной. И здесь школа, может быть, в принципе уже устает, но надо как-то уже по-другому, может быть, как-то вот проводить уроки. Сказал брат Петр, мы как-то сели, решили начать подростковое служение, кто будет ходить. Сели так, этот, ну там пять человек. Говорю, друзья, братья, пять человек на виду, а давайте немного глубже и посмотрим, сколько еще мы найдем. Посчитали, еще десять. А где они? Да пойдите по семьям, посетите их, позовите, почтительно пригласите. Для них будет приятно. Мы взрослые, нам и то приятно, когда нам внимание уделяют, да, там, служителя пришли, позвали, поручили что-то, о, мы уже так растем, дерзновение у нас. А дети? Поэтому, пожалуйста, да благословит вас Бог. Здесь были вопросы о покаянии детей перед всем классом. Значит, учитель поднимает и говорит, какие грехи ты за неделю сделал, давай кайся. Друзья, ну разве так можно? Конечно, нельзя. Нельзя, ни в коем случае. То есть, свидание какое-то получается. Да, не библейское. Пять пастерских тем в лагере какие-то. Каждый год они меняются, естественно. Вот будущий проповедник, видите, подошел к кафедре. У него есть тяга сюда, слава Богу. Значит, друзья, они разные бывают, в зависимости от общей тематики этого года. Например, в этом году у нас была тема спасения к жизни. Четыре темы у нас у учителей были. Это исход народа Божьего из Египта, его историческое значение, его духовное значение. И четыре темы – это спасение по новозаветнему, скажем, значение, что Библия говорит о Христе, как о Мессии. Христос – Мессия. Пророчество о Нем, о Его слушании. Рассказали, как это было Рождество Христа. Хотя это повторение. Но когда дети это учат как событие, это одно. Но когда они это все изучили в контексте спасения, идеи спасения от Бога, это совсем другое. Многие из них могут вам все рассказать, а что они спасены, они могут не знать. И что это вообще значит. И, соответственно, мы провели такие темы. Египетский период более глубокий, пастырский, духовные действия, значения и так далее. И, соответственно, мы говорили о Моисее не просто как о человеке, но как о посланнике Божьем, который принес спасение, значение этого спасения и прообраз к Новому Завету. Из детства сказали о Христе, как о Боге, как о Мессии, об искупительной жертве на Голгофе, для чего она была сделана, то есть принесена эта жертва. О воскресении Христа, об оправдании им сказали, об освящении и о святой жизни. То есть как бы вся эта программа, она была привязана к той, которая была у учителей воскресной школы. Ну и, естественно, каждый год у нас тема о целомудрии всегда есть, о половом воспитании. Только так аккуратно мы всегда эти вещи говорим, и, как обычно, много-много исповеданий. Их на это толкнуть. И я вижу, что многие сталкиваются с этим, и также воскресную школу их вести. Бывает сложно. Вопрос у них, когда стоит вопрос бабушки или в церковь, они понимают, еще бабушки, если сходят, там вот послушают, да ваша дурная папочка, сейчас вас опять в эту церковь поведет. И я понимаю, что их бабушкам нельзя отпускать, не отпускать, потому что они должны все равно там какое-то общение. И вот это, как бы, постоянно вот этот вопрос, они к бабушкам сходят, а там и телевизор, и все-все-все-все, да еще про родителей, и там все-все-все расскажут, какие они есть. И вот очень сложно, как бы, решить, ну, бывает, вот, как же поступить? Как поступить? Ну, Блад, ты знаешь, как поступить. Ты знаешь, значит, очень трудно. Ты хочешь, чтобы мы тебе облегчили участь? Или как? Ну, да, ну, это ж не мы должны решать. Я хочу сказать, они не хотят, дети не хотят. Послушай, ты все хочешь делать в церкви? У меня там много желаний. О, а дела нету, правильно. Они тоже хотят Богу служить, но дела нет. Это очень, знаете, непростой вопрос. Любое дело человек должен полюбить. Если им скажешь, вот, на машине будешь ездить? Они скажут, да. Да, вот, на машине буду ездить. Но только съел за руль. Даже мы, взрослые, вот, кто не ездил на машинах, мечтают все на машине ездить. Сел, а машина куда-то не туда едет, ноги на педали не попадают. Вместо тормоза на газ нажимаем. Да. О, не хочу ездить. А когда с вами грамотный инструктор, он научил вас ездить, и вы потихоньку, потихоньку вошли в это. Правильно? И вы с удовольствием ездите. То же самое здесь. Ты, отец, вот мы отцы, матери. Какой приоритет мы в семье поставим? Если приоритет в семье все-таки, что дети должны быть в хоре, дети должны учиться хорошо, где-то еще, так будет. Но если приоритет в семье будет, чтобы они у меня были хорошие спортсмены, хорошие там математики, физики, химики, а служение на задний план, то оно и будет на заднем плане. У них не хватит ни времени, ни сил. Маленький пример приведу. Мы как-то решили среди недели иметь воскресную школу. Среди недели. Ну, как бы продолжать то, что было в воскресенье детям передано. Они учили золотые стихи, и тут же они могли рисовать, и как-то более свободно, но также целенаправленно по теме идти. И вы знаете, дети очень полюбили это. Очень полюбили. И уже в среда, папа, мы на собрании что-нибудь едем? Едем, поехали. Им это нравилось. Вот они придут на собрание, мы помолились, они пошли. Или сразу пошли в воскресную школу. И как-то у нас получилось, что мы должны были ребенка одного нашего везти в больницу. и попадают на время служения. И они сразу это поняли, вычислили. И подходит старший, папа, а тогда ему было лет 10. А мы что, на собрание не попадаем сегодня? Я говорю, ну, сынок, понимаешь, вот надо же везти от младшего брата в больницу. Ну, как, не получается по времени. А ты знаешь что? Ты нас привези в церковь. А сами с мамой езжайте в больницу. А потом обратно будете ехать, мы вас подождем. Вы нас заберете. Мы так и сделали. Не стали ломать в них ничего, друзья. Они полюбили. Но сразу любовь никогда не приходит, да? Она приходит от того, что это ребенок увидел. Это хорошо. Это приятно. И это, как бы, увлекательно для него. И поэтому пусть Бог благословит все в твоих руках, брат. Только не бойся. И Бог тебя благословит. Я немножко это запомнил. Мы недавно читали статью, что есть такая болезнь перфекционизма, что родители хотят за детей и делают совершенство. И ребенок с 3-х лет занимается английским, с 4-х на лыжах, с 5-ти. В музыкальной школе а жить как-то, грубо говоря. То есть, он просто все закрывается на него, все. И к 6-ти годам он уже знает английский и школу ненавидит. Тоже с мамой может быть еще сверху наложить, еще домашние дела, чтобы успешно было. Я хотел спросить, как пример о том, как примерять детей между собой? Чтобы не мешался внутренней карты. Потому что, если война между ними, если вы мальчику строим, то они не нельзя. Приверить как-то они не хотят. Сейчас это не сильно, но не бывает. Ну, это частный вопрос, который мы часто встречаем. И в лагере немало такого бывает. Вот привели. Обычно учителя справляются. Ну, когда-то сложные случаи, они раз привели. Так, говорю, хорошо. Он меня первым ударил. Не против? Он тебя первым ударил. А вторым кто ударил? Я. Хорошо. Кто из вас грешник? Они думают. Ну, оба грешники. Хорошо, ладно. Кто из вас хочет первый получить у Господа прощение? Не сразу я. Ну, тогда давайте. Кто первый будет просить прощения? Ну, все, мы хотим просить прощения. Да, и так они как-то сказали, простите, все, теперь поцелуйтесь. Ну, это самый трудный момент. Когда они поцеловались, все, уже улыбаются, друзья обнялись и пошли. Как бы такой сложный момент. Но трагедии с этого строить не надо. Обострять не надо. Потому что наша цель – примирение. Да, и, конечно, что-то объяснить им, что, сыночек, доченька, ну, так нельзя. Но этот момент очень важный наблюдать отношения детей в семье. Чтобы они были любезные и доброжелательные. Обычно они это фотографируют с двух вещей. Первое – отношения мамы с папой. Если они доброжелательные и любезные, то это и между ними. И второе – отношения к ним, к их проступкам. Если вы обычно кричите, грубо наказываете их за это, как бы чрезмерно порой наказываете, то же самое у них между собой. Точно так же они выясняют отношения друг с другом. Поэтому пусть Бог благословит в этом отношении. Все, опять-таки, зависит от нас. Хорошо, друзья, мы будем уже приходить к молитве, уже идут такие более частные вопросы. И я думаю, что у кого они есть, то можно после уже этого служения подойти и задать. Есть такие еще моменты, которые, я так скажу, прямого ответа мы здесь не получим, которые мы должны решать наедине с Богом, а может быть в совете, в семье, как нам выйти из той или другой ситуации. Я помню, как мы были в Рыбнице, и, значит, Виктор Иванович стоял перед нами, братья задавали вопросы. И дошло до того, брат задает вопрос, ну как вот, сено надо купить, и говорят, только за бутылку. И вот, что делать, как поступить, и вот как мы, как христиане, как мы должны поступить. Виктор Иванович говорит, вы что хотите, чтобы я вам разрешил грешить? И все, вопросы кончаются. Вот, да, потому вы должны тоже иметь, что если я так не могу, значит, как я должен? Господи, помоги мне, дай мне мудрости. Вы будете приходить к молитве. Да, брат Гена совершит молитву, но прежде... Прежде чем хотел сказать немножко на Максима, здесь ситуация такая, о чем говорил Илья, о чем говорил, да, здесь, если мы стараемся загрузить детей, чем больше, чтобы они не могли подцепить там чего-то нехорошего, да, как ты свой пример привел, то я не думаю, что это не всегда срабатывает. Здесь я бы хотел, чтобы вот мы загрузили, расписали детям, да, они приходят со школы, через час они идут на музыкальную школу, а вечером они идут в спортзал, чтобы у нас время осталось с ними общаться. Чтобы мы распределили по графику, нам удобно, да, и они все где-то бегают, где-то ездят, что-то делают, а чтобы мы нашли время с ними поиграть в снежки, покататься на горке, пообщаться, поговорить, побаловаться, в сугробе побаловаться, там, я не знаю, или где-то, чтобы у нас ходил контакт с детьми, чтобы они у нас, мы не расписали график, действительно, некогда им будет жить. Господь нас обильно благословил за все эти дни здесь нахождение. Многие уже уехали, и вот и нам надо сейчас уже отъезжать, и дай Бог, чтобы все, Господь благословил и всю эту дорогу, к утру мы должны приехать. И некоторым братьям уже и на работу надо сразу с утра. Ну, вы знаете, вот это Божье благословение, оно дороже, чем выспаться там и идти на работу выспанным. Господь дает силы, дает всего того, когда Он видит наше сердце. Мне вот задал один вопрос, это как это, где какие здесь нюансы, ну, неположительные. Вы знаете, для этого надо было ехать с этим целью, видеть эти неположительные стороны. Но мы ехали сюда не с этой целью, да, а с целью, чтобы питаться всем положительным. И поэтому мои очи, сердце моего всегда видели все только положительное. У меня не было до времени до отрицательных. И поэтому, я думаю, у каждого такое было на сердце положено. И слава нашему Господу! И мы сейчас будем благодарить Господа, чтобы Господь дал нам силы не просто вот как вот мы послушали, разъехались, сказали здорово и больше ничего, но чтобы мы это приводили в жизнь. И там, где нужно было поправить, как Господь говорит многим церквам, поправьте свои светильники. Вы знаете, однажды на одном из служений я увидел видение, именно горячий светильник. И он состоял из множества трубочек, через которые, знаете, как вот газ здесь проходит и светит, горит. И большинство этих трубочек у многих просто-напросто забитых. Когда мы находимся в подземелье со светильниками, и там он забивает, есть там время почистить его? Нету. Куда его? Отбрасывают. Берут другой светильник и идут. Поэтому, чтобы мы не оказались выброшенными, так как как негодные светильники, а чтобы мы горели. Горели Господом. И как вот здесь что-то писано в усердии, не ослабевайте и духом пламенейте. И в этом мне хочется зачитать, но прежде чем зачитать и Слово Божие перед молитвой, мне хочется просто напомнить один такой момент, это было в третьем веке, был такой император Диалектиан. И однажды он издал указ о том, что каждый, кто хочет, может быть христианином. Но все христианские общения запрещены под страхом смерти. Вы знаете, иногда есть такое как бы послабление или что у многих в сердцах христиан. В воскресенье практически все приходят на служение, а среди недели тишина. Очень мало приходит. идет такое охлаждение. И такое впечатление, если бы для этих христиан вот этот указ, они бы за него хватились бы всеми-всеми этими, о, это хорошо для нас. Не обязательно иметь общение, а то еще там и голову снесут за эти общения. Но если бы они были бы ненужны общения, то не надо было бы сюда приезжать с Краснодара брату Хачатуру. Он просто бы выслал бы диск, и мы его бы прослушали у себя дома в уютной комнате в мягком кресле. И достаточно. Но мы бы получили то, что хотел бы нам вложить Господь. Не получили бы. ибо благоугодно Господу именно это общение. Как здесь иногда напоминали о живой музыке, именно о живой музыке, не о фонограммах, а о живой музыке. Она больше проникает в сердце, чем фонограмма. И также больше проникает в сердце личное общение друг с другом и с Господом. чем через какую-то видели аудиокассету. Вы знаете, много приходилось слышать голос Божий. Не заменит никакое аудиовидео. Не заменит. То общение, что говорит Господь, полагая каждое сердце, ваше или мое. Оно не может ничем затмиться. Пророк Исаия говорит в 66 главе Такие слова. Так говорит Господь. Небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духа и на трепещего пред словом моим. И на трепещего пред словом моим. Поэтому все то, что написано в Слове Божьем, да и аминь, мы не должны подводить ни под какое сомнение. Мне однажды один молодой человек задает вопрос. У него такая толстенная Библия и вся в закладках. Он изучает, но не входит ни в какую церковь. Он учит и придирается к каждой конфессии. И вот он мне говорит, ты находишься в церкви, естественно, ты утверждаешь, что в этой церкви есть истина. Чем ты докажешь, что ты в истине, а в те церкви не в истине. Я доказывать не буду, что в те церкви в истине, потому что Бог есть истина. И я стремлюсь пребывать в этой истине. И все то, что он хочет сказать, оно есть в Слове Божьем. Не нужно ничего придумать со стороны. Вот у меня нет больше вопросов. Понимаете, каждый человек, ходящий пред Богом, он ответит за свое хождение, что он делал худое или доброе. И поэтому помните всегда слова Иисуса Христа. Ничего вы не можете сделать без меня. Ничего мы не можем сделать без Господа. Но плачевные концы, когда человек начинает делать именно от себя, брать инициативу на себя. В одном из селений Новосибирской области, где мне приходится обслуживать, там одна сестра, она недавно пришла к Господу, заключила завет с Богом, и потом она говорит, брат, можно, чтобы вы посетили мой дом, у меня муж больной, он парализован, и уже год лежит в постели. Но беседуя с ним, я узнаю, что он, как и она, они родились и выросли в христианских семьях, и у него еще отец был проповедник. Но когда они подзрослели, они ушли в мир, и всю жизнь были в мире. И вот, уходя уже он на пенсию, она еще как учитель школы, она решила еще класс до конца довести, и тоже на пенсию. И она говорит ему, заявляя своему мужу, его звать Сережа, мы уже стареем, нужно нам возвратиться на путь своих родителей, которые всю жизнь следовали за Богом. вот, я согласен, только не так, как родители, а как все. Как это в свое время указал диалект Титан. Но тогда служителя порассуждали, они сказали, если мы не будем иметь общения, мы себя устраиваем от чего? От тела Христова. Поэтому тело Христово не заменит никакая видео-аудиоаппаратура, а личное общение. Личное общение. Мы тогда находимся в теле Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому слава нашему Господу, что Господь нас собирает, и что вы, оставляя свои личные дела, приехали сюда за многие километры, чтобы иметь общение это. А это общение наше с Богом. Потому что всё, что здесь говорили, это говорил нам Господь через уста говорящих. Потому что сказано в Слове Божьем научит кто нас? Проповедник, служитель, Бог. И все вы научены Богом. Слава нашему Господу. Потому что Господь полагает Духом Святым, проповедующим Слово Божье, то, что нужно говорить. И мы поглощаем то, что нам говорят, как та овечка поглощает, а потом что она делает? Пережевывает. И вот когда мы поглощаем, сейчас мы будем ехать и пережевывать. И Дух Святой будет дальше работать вместе с этим действием. Слава нашему Богу. И получается, все во всем Бог. И поэтому нужно смирять себя и сокрушаться и трепетать перед Словом Божием, потому что она есть истина. как в 57 главе сказано такие слова. Ибо так говорит высокий превознесенный вечный живущий святое имя Его. И я живу на высоте небес и во святилище и также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Слава нашему Господу! Да будут исселенные наши сердца и напоены славой Господней! Аминь! Будем благодарить!